Мировая реакция и мнение политологов. Какой ответ повлекла за собой военная спецоперация на территории Донбасса? Россия останется частью мировой экономики, а президент Владимир Путин провел встречу с представителями бизнеса и деловых кругов. Возвращение истории десятки некогда конфискованных экспонатов снова разместили в музее-заповеднике «Царское село». Внимание всего мира сейчас сфокусировано на событиях вокруг Украины о начале военной спецоперации на территории Донбасса. Президент Владимир Путин объявил рано утром и призвал украинских военных сложить оружие. Со стороны Запада последовала незамедлительная реакция, но в Министерстве иностранных дел России заявили, что в ответ на санкции будут предприняты жесткие меры. Тем временем Росавиация работу аэропортов в ряде южных регионов страны приостановила. Таким образом, в Пулково сегодня отменили более 20 рейсов по разным направлениям. В 6 утра Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Решение было принято согласно подписанным с ДНР и ЛНР договором о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и деноцификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. Путин особо потребовал невмешательства в конфликт со стороны третьих стран, подчеркнув, что Россия готова к любому развитию событий. Хорошо известно, что на протяжении 30 лет мы настойчиво и терпеливо пытались договориться с ведущими сторонами НАТО о принципах равной и неделимой безопасности в Европе. В ответ на наши предложения мы постоянно сталкивались либо с цедичным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа. А Североатлантический альянс тем временем, несмотря на все наши протесты и озабоченности, неуклонно расширяется. Военная машина движется и, повторю, приближается к нашим границам вплотную. В Министерстве обороны заявили, в ходе спецоперации российская армия не наносит ударов по гражданским объектам Украины. В перечне целей есть только инфраструктура вооруженных сил Украины. Вооруженные силы Российской Федерации никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят. Высокодочным оружием российских вооруженных сил выводится из строя только военная инфраструктура. Это объекты противовоздушной обороны, военные аэродромы, авиация вооруженных сил Украины. По словам экспертов, спецоперация стала закономерным итогом международной политики последних десятилетий. За последнее время Украину просто напичкали оружием. И, как мы знаем, если ружье висит на стене, оно обязательно выстрелит. Если бы не проведение этой операции, месяц, может быть даже меньше, украинские войска начали бы кровавую операцию против Донецка и Луганска. Это надо было понимать и это надо было предотвратить. Что и сделал Владимир Владимирович, в том числе и объявив демилитаризацию Украины. Проблема в том, что нам все равно придется входить в какую-то острую фазу конфликта, потому что за 8 лет последних Украина превратилась в абсолютно враждебную для нас страну. И, так сказать, это нормально, как-то так вот спокойно окончиться уже не могло. Я, собственно говоря, сам родился в Донецке, и мне эта война и вообще вся эта ситуация близка. Там живут почти 2 миллиона людей. И эти люди, ну, поверьте мне, переживают и мечтают, чтобы этот конфликт закончился, для того, чтобы у них появилась определенность. Определенность в их жизни, определенность в том, ну, как будут жить их дети. И это на самом деле очень сильно напрягает. И рано или поздно этот конфликт надо было решить. Россия с самого начала была заинтересована в том, чтобы ситуация на востоке Украины была решена мирным путем. Россия была одна из стран-гарантов мирных соглашений, минских соглашений. И все 8 лет Россия подчеркивала, что для России юридически ДНР и ЛНР – это часть Украины. И Россия все делала для того, чтобы мирные соглашения состоялись. Украина все эти годы саботировала принятие данных решений, видимо, при поддержке своих старших товарищей, своих руководителей из Европы и Соединенных Штатов. Было сделано все, чтобы мирные договоренности сорвать. Они были сорваны. Утром Россия временно закрыла воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией. Внесены изменения в работу 11 российских воздушных гаваней на юге страны. Ранее закрытый аэропорт Ставрополя вновь принимают самолеты. Остальные ограничения, введенные Росавиацией в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине, будут действовать до 2 марта. Временно приостановлена работа аэропортов. Ростов, Краснодар, Анапа, Геленджик, Элистас, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь. Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпании следует уточнять на официальных сайтах, включая социальные сети. Туроператоры начали прорабатывать вопросы вывоза организованных групп отдыхающих с южных курортов. РЖД планирует запустить дополнительные поезда с юга России и замораживает цены на билеты. Все вопросы по работе аэропортов Ростуризм рекомендует уточнять по телефону горячей линии, который вы сейчас видите на экране. В настоящее время РЖД ведут работу по назначению дополнительных поездов из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России. Цены на билеты будут зафиксированы, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда для пассажиров. Завтра РЖД готова предложить дополнительно около 5000 мест. Назначение дополнительных поездов продолжается. А вот прием грузов, следующих до Украины или транзитом через эту страну, РЖД временно ограничивает. Александр Громов, Новости, телеканал Санкт-Петербург. Экономическую ситуацию в стране на фоне военной операции и в условиях новых санкций Владимир Путин обсудил с представителями крупного бизнеса России. Напомню, под ограничения в том числе попали банки и предприниматели. Евросоюз ввел запрет для России и Центробанка на доступ к европейским капиталам и финансовым рынкам и сервисам. Под угрозой остановки оказался и проект «Северный поток-2». Владимир Путин призвал российских предпринимательское сообщество тесно сотрудничать с правительством. В этой связи хотел бы обратиться и к вам с призывом, с пониманием к тому, что происходит, и солидарно работать с правительством в поисках тех инструментов, которые поддерживали бы производство, экономику, рабочие места, но исходили из тех реалий, которые складываются. Президент подчеркнул, основная задача, которая стоит перед правительством, обеспечить российскому бизнесу хорошие условия для работы и дать большую свободу предпринимательской деятельности. Спецоперацию на территории Донбасса обсудили и на встрече экспертного клуба Петербурга. По словам политологов, главная цель операции – защита людей, которые на протяжении 8 лет живут в страхе. И наша задача, прежде всего, спасти людей, которые находятся, прежде всего, на Донбассе. Но, конечно, что касается… Мы должны понимать, что народ Украины находится в тяжелейшей ситуации, потому что то, что делает киевский режим, это противоречит тому, что в действительности хочет народ Украины. Мы также видим, конечно, шквал просто фейковой информации, которая захлестнула социальные сети, захлестнула СМИ. Мы должны будем научиться жить в этих новых информационных реалиях, понимая, что каждую минуту мы будем сталкиваться с ложью. И здесь огромная, конечно, нагрузка ложится на нас, на журналистов и на лидеров мнений. Экспертный клуб возобновлял свою работу после двухмесячного перерыва на повестке первого в этом году заседания «Политические и экономические итоги 2021 года». Формат очень интересный. Он может дать ответы на очень много вопросов. Это формат, который позволяет сформировать наиболее эффективные мнения, наиболее интересные позиции. Поэтому я, конечно, приветствую возобновление работы экспертного клуба в этом году. Сегодня Петербург в числе лидеров страны по наполняемости бюджета в городе развиваются производства, малый и средний бизнес. В северной столице самый низкий уровень безработицы. Кроме того, в Петербурге с каждым годом улучшается состояние городской среды и растет уровень жизни, рассказали эксперты. Сейчас к другим новостям. Музей-заповедник «Царское село» сегодня вернулись 90 конфискованных экспонатов. Передавали исторические ценности сотрудники управления Министерства культуры и таможни. Что было среди ценных вещей, Александр Одинцов узнал. Просто украшения, а не может это быть, знаете, для колец. О назначении этого предмета музейщики даже сейчас спорят. Вероятнее всего, изящная цапля фирмы Клода Пиле была настольным украшением и несла декоративную функцию. О прикладных возможностях других обретенных экспонатов спорить не приходится. Я полагаю, что вот эту энциклопедию мы поставим, может быть, в рабочий кабинет Николая II. Презентацию новых музейных реликвий проводят в библиотеке. Кажется, они случайны. Когда-то в Александровском дворце Царского села насчитывалось 24 тысячи печатных экземпляров. Сейчас тут представлены лишь 8. Весомый вклад – энциклопедический словарь Брагауза и Ефрона 1892 года. В предложенном варианте представлены 84 полутома из 86. По тем временам у книги был довольно большой тираж – 130 тысяч экземпляров. И здесь у научных сотрудников нет сомнений, в чьих руках были эти книги. В учебной библиотеке великих книжон существовал совершенно точно экземпляр этой энциклопедии. Поскольку инвентарь как раз библиотеки с детской половины Александровского дворца сохранился, и он находится у нас. Среди конфискованного у контрабандистов две сабли. Одна из них принадлежала офицеру – конной артиллерии. До появления таких военные пользовались более громоздкой моделью – без ножен. Рядом другая сабля – образца 1861 года. Эти сабли использовались в армии Австро-Венгрии в годы Первой мировой войны. Это не блестящий офицерский клинок, а офицерская вещь, но которая была в употреблении, которая, возможно, и была на фронте. В годы войны были утрачены больше 52 тысяч музейных экспонатов. Фондовые вещи не успели эвакуировать. Большая удача – хоть что-то вернуть в коллекцию, говорят музейщики. Но с каждым разом сделать это становится все сложнее. Не всегда это предметы, которые когда-то находились в нашем музее, но это адекватная замена вот этим утраченным тысячам предметов, потерянных для нашего музея. В том числе и адекватные замены удается задержать на таможне при попытке вывести реликвии из страны. Это гигантское направление работы. После изъятия конфискат проходит не одну экспертизу, чтобы занять почетное место в музее. Задержанные таможенниками произведения живописи, графики и иные другие культурные ценности нами обрабатываются совместно с представителями Министерства культуры, экспертами, на основе которых проводятся соответствующие заключения и принимаются соответствующие решения о принадлежности именно этих товаров к культурным ценностям. Провели огромную работу, благодаря которой 9 музеев за 2021 год пополнили свои коллекции конфискованными и обращенными в доход государства культурными ценностями. Грелка, керосиновая лампа, печатные здания и сабли станут частью постоянной экспозиции Александровского дворца. Но не сразу, ведь некоторые из них еще придется отреставрировать. Александр Одинцов, Александр Скоков, Иван Парамонов, Телеканал Санкт-Петербург. О других заметных событиях дня в коротком обзоре. Врачам детской поликлиники номер 44 представители одного из хлебопекарных предприятий Петербурга вручили подарки. Таким образом, организаторы акции хотят поддержать медиков, которые помогают пациентам с коронавирусом. Учреждение обслуживает 20 тысяч детей, из них более 200. Сейчас болеют COVID-19. Все в легкой форме. В целом, уровень заболеваемости коронавирусом у детей значительно снизился. Ежедневно в эту поликлинику обращаются не больше трех таких пациентов. Врачи работают в плановом режиме. В Петербурге усилен контроль за безопасностью на реках и каналах и акватории Финского залива из-за резких температурных перепадов. По поручению губернатора Александра Беглова, оперативные службы в режиме реального времени следят за ледовой обстановкой и патрулируют береговую линию. Особое внимание спасатели уделяют рекам и каналам в центральной части города. С начала года на льду были спасены 10 человек. Еще почти полторы тысячи эвакуированы с опасных ледовых участков. Горелектротранс проводит дополнительный инструктаж персонала по антивирусным мерам. В трамвайных и троллейбусных парках особое внимание уделяется уборке, дезинфекции подвижного состава. Сначала транспорт в буквальном смысле намыливают пенным раствором и убирают загрязнение с бортов. Затем проводится дезинфекция салона при помощи распылителя и генераторов холодного тумана. А после этого подвижной состав проходит через автоматический моечный комплекс. Выставка о сказке Юрия Васнецова в современном городе открылась в Восточном павильоне Михайловского замка. На ней представлены работы детей и участников конкурса рисунков и поделок по мотивам иллюстрации художника. Герои сказок изображены на детских площадках, остановках и магазинах и пышечных. Участникам предоставили полную свободу творчества. Любимые персонажи запечатлены в керамике и текстиле. В завершении выпуска о погоде завтра в Петербурге днем потеплее до плюс четырех. Пойдет снег с дождем. Ночью температура воздуха опустится до нуля градусов. Субтитры подогнал «Симон» Такие были новости на сегодня. Прямо сейчас прямой эфир телеканала «Санкт-Петербург» продолжит мой коллега Иван Лосев с новостями спорта. Вань, ну что же, футбольные болельщики в ожидании матча «Зенита»? Безусловно, все мы, в том числе в ожидании, определяющие, друзья, решающие, как хотите, называйте этот поединок против испанского Бетиса в Севиле, до которого остается практически 40 минут ровно через 9,5 секунд. Начинаем.